Долина реки Архон 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 Чтобы жить здесь, нужно приспособиться к природе, к огромным расстояниям и бездорожью. Кочевников подстерегают зимние морозы до 50 градусов, порывистый ветер и пыльное лето. Долина реки Архон – сердце степного края. В 13 веке прадцы современных кочевников основали империю, растянувшуюся от Тихого океана до Средиземного моря. Оседлым народам в этом регионе пришлось бы нелегко. Вся жизнь проходит в постоянно перемещающихся переносных юртах. Сотни лет эти люди занимаются скотоводством и путешествуют от пастбища к пастбищу. И все же кочевники создали эти крепкие сооружения. 12-метровые глиняные стены из огнестойкого кирпича. Уже в 8 веке они оберегали город с десятитысячным населением – Каракарум, столицу уйгуров. О богатой и могучей цитадели знали повсюду. Каракарум был одним из первых центров торговли на Шелковом пути. Однако нам почти ничего не известно об архитектуре Степной империи, оставившей нам сооружения, которых никто не ожидал от кочевников. В основе Степной культуры, лежали кочевой образ жизни, коневодство и искусство верховой езды. Самодостаточность прежде всего. Всадники, наводившие ужас на средневековую Европу, могли питаться кумысом и конской кровью. В 13 веке монголы создали величайшую империю в мировой истории. Тогда один из советников Чингисхана предупредил своего повелителя. Верхом на лошади можно покорить империю, но нельзя управлять ею. Оттуда, где сегодня археологи пытаются сберечь руины, когда-то правили миром. Каракарум, столица Чингисхана и его сыновей, когда-то был самым могущественным городом на Земле. Но он уже давно погребен под Степной равниной. В 1220 году, в год дракона, этот город был основан, чтобы стать центром мировой империи. Кочевники не имели опыта в строительстве городов. Они проводили почти все время верхом, участвуя в военных походах. Однако строителей хватало в покоренных районах. Прежде всего, находки археологов свидетельствуют о китайском влиянии. На обширной территории города были обнаружены кварталы купцов и ремесленников. Но в Каракаруме занимались не только торговлей и ремеслом. Город также являлся религиозным центром. Здесь была и мечеть, и христианская церковь. Но доминирующей религией был буддизм. Под наносным песком в одном из храмов были обнаружены сотни небольших украшенных глиняных ступ. В Каракаруме круглый год проживало более 10 тысяч человек. Сегодня археологам известно, что город кочевников занимал большую территорию. Каменная черепаха – символ вечности и долголетия. На ней было высечено название дворцового города. Однако местонахождение дворца великих каганов остается загадкой. Также неизвестно, куда подевались несметные сокровища, захваченные ордами всадников во время походов. Неподалеку от руин храма сохранилась монастырская стена. Может, здесь находился дворец великого кагана? Современник довольно подробно описывает дворец, в котором с серебряного дерева стекал мед и кумыс. В ходе раскопок под стенами монастыря была обнаружена более древняя каменная кладка. Все указывает на то, что именно здесь находился дворец Чингисхана, который так давно не могут найти. Находился как раз там, где сегодня стоит монастырь. Этот первый в Монголии буддистский монастырь был построен в 1586 году. Он называется «Земной Цу». Когда-то на этой прямоугольной площадке, окруженной украшенными стенами, располагалось 62 храма для 10 тысяч монахов. Сегодня монастырь снова является местом самосозерцания, хотя совсем недавно он был безлюдным и заброшенным. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Главный монастырь Долины Архона был построен по тибетской модели. Он включает три яруса и украшен деревянным орнаментом. Связи с Тибетом сложились очень давно. В 16 веке монгольский князь впервые стал Далай-ламой. С тех пор большинство монголов считает себя буддистами тибетской школы. Монастыри и монахи веками определяли религиозную и общественную жизнь. Они заменяли собой школы, университеты и больницы. Каждая семья отправляла учиться в монастырь, по крайней мере, одного мальчика. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА По старой кочевнической традиции монахи собираются для молитв в юртах. Ежедневно в течение двух часов они концентрируются с помощью мантр и медитируют, чтобы отстраниться от мирской суеты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В сердце Монголии доминирует гибкий буддизм, включающий в себя элементы древних языческих верований и поклонения духам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Монахи совсем недавно обрели возможность возносить хвалы Будде. В течение пятидесяти лет религия в Монголии была запрещена. В годы господства социализма были разрушены почти все монастыри, включая великолепнейший в Монголии земной ЦУ. Сегодня здесь снова можно встретить множество молодых монахов, но большая часть предметов культуры и драгоценных священных книг на санскрите утрачено. Еще недавно слово «Будда» нельзя было произносить. Монахи подвергались угрозам, их отправляли в тюрьмы или в армию. Постепенно молодые монахи вновь осваивают буддистские ритуалы. В последнее время религия снова заняла свое место. Буддизм переживает возрождение. По всей стране реставрируются монастыри. По традиции верующие снова обходят монастырские стены. С книгами из монастырской библиотеки в руках они отдают дань памяти страданиям Будды и надеются на исполнение своих желаний. Для монголов монастырь является святыней и источником национального самосознания. Сегодня жители столицы Чингисхана ведут скромный образ жизни. Былая Великая Империя не имеет почти ничего общего с их современностью. Их главные враги – безработица и скука. Они с легкостью выигрывают свои войны. Режиссер Элке Уэрри Оператор Дональд Сайшова Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК Культура Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова